Новости кино последней недели. Фильм о двух популярных монстрах возглавил американский прокат. Фантастический фильм «Годзилла» и «Конг. Новая империя» остался лидером проката в Северной Америке на прошедших выходных, заработав еще 30 миллионов долларов. Таким образом, заработки «Новой империи» возможно упадут более чем на 60%. У первого эпизода франшизы в 2014 году падение сборов во второй уикенд состояло 67%, так что все, что меньше этого показателя, можно считать неплохим результатом. Даже «Годзилла» против «Конга» на кассовые сборы, которого повлиял выход в кинотеатрах и на стриминге HBO Max, во второй уикенд показал отличную выносливость и падение в 56%. Домашние сборы «Годзилла» и «Конг. Новая империя» уже превысили 100 миллионов долларов. Среди лидеров также оказался фильм «Манкимен», который опередил мистический триллер «Первое знамение» студии 20 век Fox. 10,5 и 8 миллионов долларов соответственно. Похоже, что оба выбрали одну и ту же зрительскую аудиторию. Мужчины от 18 до 34 лет – около 60%. Разница в том, что «Манкимен» привлекает более разнообразную аудиторию – 38%, белых – 25%, латиноамериканцев – 14 черных, 17 азиатов – 6 остальных. Фильм рассказывает остросюжетную историю мести индийского боксера, который проникает в подпольную и криминальную империю своего города. Актер Лиам Хемсворт набрал внушительную физическую форму для роли Геральда. Лиам Хемсворт, который готовится к роли Геральда из Ривии «Охотника на монстров» в четвертом сезоне сериала «Ведьмак», показал поклонникам свою тренировку, сделав черно-белое зеркальное селфи. В подписи к фотографии 34-летний актер сообщил, что она была сделана в день тренировки для ног, но тем не менее продемонстрировал свои внушительные руки. Бицепсы и плечи актера были обнажены, когда он позировал перед дентелями и другими тренажерами. Помимо монохромного снимка, Лиам Хемсворт также опубликовал кадр из своего последнего проекта «Территория зла», в котором также снимаются Рассел Кроу, Майло Мантемеллия и его брат Люк Хемсворт. В подписи к снимку актер выразил благодарность всем, кто поддерживал этот боевик с тех пор, как он вышел на экраны в феврале. «Огромное спасибо всем, кто посмотрел «Территорию зла». Отзывы были потрясающими», — написал он, добавив, что чрезвычайно благодарен за всю любовь и поддержку. В настоящее время Лиам Хемсворт готовится к съемкам в четвертом сезоне сериала «Нетфликс. Видимак». Он собирается взять на себя роль Геральда, которого Генри Кевилл играл в первых трех сезонах. По данным Netflix, производство сериала должно начаться позже этой весной. Автор постановки потребовал прекратить протесты из-за смены расы Джульетты. Постановка с участием Тома Холланда «Ромео Джульетта» уже стала объектом интенсивной критики в интернете. Компания Джейми Ллойд Компани опубликовала заявление в поддержку кастинга анк-актрисы Франчески Аммиевуда Риверс после того, как многие начали возмущаться тем, что черная актриса получила роль Джульетты. После объявления актерского состава «Ромео Джульетты» в интернете обрушился шквал оскорбительных высказываний на расовой почве в адрес члена нашей команды. Это должно прекратиться. Мы работаем с замечательной группой артистов и настаиваем на том, чтобы они могли свободно работать, не сталкиваясь с притеснениями в сети. Мы продолжим поддерживать и защищать всех сотрудников нашей компании любой ценой. Мы не потерпим никаких злоупотреблений. Наш репетиционный зал полон радости, состраданий и доброты. Мы отмечаем выдающийся талант наших невероятных участников. Труп «Ромео Джульетты» продолжит репетировать с любовью и сосредоточиться на создании нашей постановки, говорится в заявлении Джейми Ллойда. Потенциальные зрители не считают творчески оправданное приглашение на роль наследницы средневекового итальянского семейства Капулетти – черной актрисы. Сама Франческо говорила, что благодарна за свой дебют в Вест-Энде и мечтает привнести свежую энергию в эту историю. Звезда «Города грехов» призналась, что у нее посттравматический синдром. Популярная актриса Карла Гуджина призналась, что страдает от посттравматического синдрома после общения с некоторыми режиссерами-сексистами, с которыми ей довелось работать. Недавно у меня был случай, когда мне нужно было заявить о чем-то важном для меня, и я колебалась, потому что боялась, что это будет воспринято как требование. Но в своем возрасте я уже могу заявить себе, заставить себя это сделать. Однако у меня есть небольшое посттравматическое страдство и расстройство из-за случаев, когда, например, ты снимаешься с актером-мужчиной и говоришь режиссеру-мужчине «Э, что если мы попробуем то-то и то-то?» А он отвечает «Нет, я так не думаю». А затем, две минуты спустя, ваш коллега-актер говорит то же самое, а режиссер тут же «О, это отличная идея!» – пожелалась актриса. Тем не менее, Карла Гуджина признает, что в американской киностудии, киноиндустрии, все постепенно меняется к лучшему. «Да, на самом деле я вижу существенную разницу. Я верю, что мы также должны проявлять милосердие к людям, чтобы они учились и менялись», – добавила она. Карла Гуджина – одна из самых востребованных голливудских актрис. Она снималась в таких культовых фильмах, как «Хранители», «Город грехов», «Дети шпионов», сериале «Падение», «Дома», «Ашраф» и многих других. Объявлены даты премьер «Трона 3» и «Истории игрушек 5». Дисней анонсировала новые даты премьер своих проектов. Дисней анонсировала даты релизов, нескольких своих громких проектов, среди которых «Мандалорец» и «Грогу», «Истории игрушек 5», «Трон 3», «Моана» и «Любитель». Согласно обновленному анонсу премьера «Долгостроя Трон» состоится 10 октября 2025 года. Фантастический фильм режиссера Хоакима Ройнинга позиционируется как прямой сиквел оригинального «Трона» 1982 года и «Трона наследия» 2010 года. Конкурентом «Трон 3» за кошельки зрителей выступит анимационный фильм про маунт «Аватар. Легенда об Аанге» по мотиву одноименного сериала. Оценить шпионский триллер «Любитель» с Рами Малеком и Рейчером Бросснахан можно будет 11 апреля 2025 года, а не 8 ноября, как было запланировано ранее. Комедийный ужас «Сэмми Адамс. Лечная сучка» выйдет в ограниченный прокат 6 декабря 2024 года. Игровой фильм «Моанас» сменил дату выхода на большие экраны с 27 июня 2025 года на 10 июля 2026 года. На момент анонса у фильма нет конкурентов в кинотеатрах. «Мандалорец и Грогу» полнометражный спин-офф сериала «Стриминга Дисней плюс Мандалорец». Появится в кинотеатрах 22 мая 2026 года. Дата премьеры фильма режиссера Джона Фавро ранее принадлежала безымянному фильму из вселенной «Звездных войн» режиссером, который числится Тайки Вайтити. На данный момент о его проекте не упоминается. Что касается мультфильма «История игрушек 5», то он представит новую историю «Старый герой» 19 июня 2026 года. У Warner Bros. New Line также запланирован релиз неназванного проекта на эту дату. «Старый герой» 19 июня 2026 года.